Привет! Достала рыбу размораживаться. Филе. Значит, там льда больше, чем то во филе. Вообще вся водянистая. Приготовлю Сереже тушеную рыбку, как он любит. Девочки, приготовлю сейчас рыбку. Вся какая-то леднистая. Промою немножко. Так, все, масло уже поставила на колясо. Сделаю. Сережа любит такую рыбу. Думала, растает побыстрее что-то. Но ничего, сейчас она быстро. Приготовлю. Вообще ничего сложного нет. И сытная. Я все время беру эту филе. Только пангазиус не беру. Что там опять? Палена раскрыла ящик Пандора, девочки. Народ возмущен. Возмущен до беспредела. Ну как народ? Два человека. Весь народ. Девочки, вы там это... Границы-то ставьте между невоспитанностью и злостью, быдловатостью и всем остальным. Ограничения-то ставьте. Я такой человек, что никогда первым никого не затрону. Так что будьте любезны. А то, что я наглая, как танк. Жизнь такая. Жизнь такая, девочки. Я вам таких примеров с детства могу сотню привести. Сотню. Вот смотрите, например. Работает человек, да? На работе. Спокойный. Его попросили, например, заменить кого-то, да? В выходной его день. Он идет, заменил. Спокойненько. Потом... Попросили еще что-нибудь сделать. Он пошел, сделал. Еще раз, еще раз, еще раз, короче. Человеком пользуются. Пользуется. Пользуется. Открытую пользуется. Пользуется. Пока что, пока ты не скажешь конкретно, да? И бывает, что если ты скажешь так, тихонечко, что спокойненько, тебя тоже не факт, что услышу, да? Если ты не покажешь свой характер. И тебя будут в каждую дырку засовывать. Будешь ты работать. Молчать и работать. Тебя будут пользоваться, а ты будешь работать. Или вот, помню, рассказывала, да? В 90-е годах все тяжело было. На уроке физкультуры надо было на лыжах нам ездить. Были у меня сапожечки зеленые, как сейчас помню, так в память врезались. Мать у меня работала на двух работах. Отец работал. За зарплату не платили, ничего. Пришла на этих лыжах самодельные крепления. То бишь, если ты туда встанешь, блин, не факт, что ты назад в сапогах приедешь. Ты можешь потерять эти сапоги, похоже. Ну и я сказала учителю, что я не буду вставать. Я же понимаю, что я сейчас испорчу вот это вот все. А где у родителей, например, деньги, да? Покупать мне, каждую физкультуру, новые башмаки. Нет, короче, вставай. Я говорю, нет, не встану. Там вплоть до... Классные руководительницы вызывали, короче. Я тоже сказала, я не встану. Но она видит, что бесполезно. Она пошла в сторонку учителя по физкультуре, отвела. И сказала, не вставь ее. Я говорю, я встану в том случае, когда вы мне купите, если я эти испорчу, новые сапоги. Тогда я встану. Но они поняли, что они не купят, да? Все, оставили меня в покое. Потом... Артема я рожала в России. Со мной девчонка рожала городская. Вместе мы с ней рожали. А потом сутки позже привезли девчонку с деревни. Родила она. Я тоже с деревней была. Ну, у меня просто каждый день приезжали родственники там. С подарками, да, с цветами. Для всей... Всего дома, короче. И... Приходила врач, да, делала осмотр. Значит, ну, она поговорит там с этой городской. Подойдет ко мне, прям на кровать сядет там, прощупает. И могла полчаса со мной разговаривать, все. А эта вот деревенская, которая победнее была, да? Она встанет на нее, глянет, даже не осматривая ее. Развернулась и ушла. И вот это было постоянно так. Если та что-то сделает, да, так она еще и наорет на нее. Наорет. Может, она была тихая, спокойная, плюс еще и бедненькая. И все. И она молчала. Я вот стою на нее, смотрю, думаю, блин, она на тебя орет. Кто она тебе? Почему ты позволяешь, чтобы она на тебя орала, унижала тебя? Нет, она сидит, короче. Ну, проглотила. Окей, проглотила, проглотила. Потом, сколько таких случаев было... Ну, как? Как я могу себе позволять, да, чтобы меня в магазине накалывали, обвешивали? И я должна вот это вот все быть интеллигентной, молчать, закрывать свой рот и ничего не говорить, чтобы меня все время пользовали. Что за бред? Девочки, не молчите никогда. Так сейчас... Сейчас такая жигу пошла. Где они? Та интеллигенция в семнадцатом году еще были расстреляны. Кто не успел уехать. Все, нету, вымерли. И ты должен в соответствии этого времени жить. Если тебе относятся, как мне, человеку, значит, и я так буду. Я не позволю, чтобы вытирали об меня ноги. Ну, не позволю я, и все. Если меня послали, соответственно, и я пошлю. Я не говорю, что все. Есть нормальные, адекватные люди. Если я с ними вот прихожу, разговариваю. Это, знаете, когда приезжаешь в Россию, и тебе нужно прописываться там. Временная прописка. И ты заходишь, короче, там очередь такая. Смотришь, да. Люди же социально разные, да. И смотришь чуть-чуть победнее там. Какое отношение свинское, свинское отношение к людям. Люди просто некоторые позволяют к себе такое отношение. Я не позволю. Я пришла, вот, это получалось суббота. Там выходные нас срочно, да, как гостей нас срочно должны были прописывать. Вот, да вы меня вывернули. У меня, короче, выходной, то все. Ты работай. У нее даже выходной не было. Где-то она была на совещании, хрен знает чего. Но факт к тому, что только она должна была прописывать. Должна, значит, прописывай. Я на нее смотрю, говорю, алло, гараж. У нас трое суток на прописку, говорю, двое уже прошло. Что пока ехали, то давай. Все, прописали. Да, я таких случаев могу кучу рассказывать. Кучу я могу рассказывать. Просто если вот в детстве тоже, если видят, что учителя, что с родителями можно что-то поиметь. Я уже об этом рассказывала. Значит, они такие прям к твоим детям. Все. Надо самому пробиваться. Пробиваться, если у тебя нечего дать, да. Начинаю пробиваться. Показывать свой характер. Не бояться в глаза говорить. Не позволять, чтобы тебя унижали. Не позволять этого. Если кто-то напишет что-то нормальное, да. Окей, я нормально реагирую. Тем более, если я там выставлю видео 20 минут. Это не значит, что я всю жизнь такая. Хотя я оправдываться не буду перед некоторыми там. Ваше право. Ваше мнение. Ради Бога. Так что, просто не в то время живем. Не в то время живем. Сейчас хрен пробьешься, если ты свое я не покажешь. Не пробиться сейчас будет. А вот это вот унижение. Вот сколько я говорю. Смотришь. Людей унижают. И я говорю, что вы молчите. Расскажите вы что-нибудь хотя бы. У меня такого нету. Это когда-то в глубоком-глубоком детстве может там было. Когда-то. И то я с детства и не позволяла. Я личность. Личность. Как и каждый человек. Поэтому, если уважать, надо уважать. Тем более, я говорю, если б ты накосячил что-то там. Пришел. Э, бля, и с мата начал там. В поликлинике или где-то. Ты же приходишь нормально, да? А не видишь, что ты спокойно молчишь. Еле слово там скажешь. Они начинают на тебя ездить. Начинают тупо по тебе ездить. Поэтому, если ты пришел, конкретно сказал, четко и ясно. Они уже отношения к тебе меняют. А если не понимают, значит, ты уже и мат можно применить. Работает, девочки, Дудочка. Работает. Девочки, смотрите. Рыбка обжарилась вот так чуть-чуть. Сейчас я лучок сюда закинем. Пускай лучок немножко обжарится. А еще, знаешь, как бывает? Артем, он у меня очень спокойный. В начальные классы пошел. Так он хотел в школу сильно ходить. Ну, пошел он в первый класс. День-два походил. И, короче, потом. Я не хочу в школу идти. На другой день опять. Я не хочу в школу идти. Плачет, не хочу в школу идти. Я говорю, а что такое? Учительница. У нее своих детей не было на тот момент. День-день. И, короче, она разговаривала с детьми так, как будто бы это ее собаки. Ну, я ребенка рожала в муках. Чтоб какая-то издевалась над ним, что ли Я не позволю, я подошла и сказала Еще раз говорю, мой ребенок не захочет идти в школу Значит, что-то будем делать А подвечи Короче, звонят с Хамбурга без конца Предлагают дешевую электроэнергию Да куда уж дешевле Прям не могу я Достали реально уже И все, она поняла Потом, сколько я спрашивала Все нормально было А как иначе Если ты нормальная, а мать и будешь заступаться за своего ребенка Даже звери это делают А я должна быть по отношению к ним Когда они унижают моего ребенка Быть спокойной Закрывать глаза на это Не будет этого Не будет Так, лучок обжарился Теперь смотрите, что я делаю Я добавляю туда Ну буквально Две ложки муки И все это перемешиваю Короче, насыпала Я думала, я снимаю Я не снимаю Две ложки муки Насыпала И воды добавила Сейчас она загустеет И получится Как соус Только не забываем Посолить И поперчить Абсолютно больше ничего не надо Ну можно зеленушку какую-то добавить Ну все, пускай тушится до готовности Девочки Бывало такое, что и приходилось даже В лоб дать Ну заступалась Я никогда там Не дралась В детстве Просто так От балды Руки чешутся Пойду подеру Заступала За девчонок Заступалась За брата Заступалась Когда он салагой был Заступалась За всех Потому что вижу Что Беспредел И все Девочки Не бойтесь Никогда Говорить В глаза Ничего Не бойтесь Если что-то Думайте Не бойтесь Сказать Что если вам что-то Не нравится Иначе Будут ездить В чем сила Брат В правде Я вот знаю Я живу Зато Меня никто Никогда В жизни Не подтянет Где я Какую-то Сплетню Якобы сказала Никогда В жизни Меня за это Никто Не подтянет Потому что Я всегда Говорю правду Я говорю правду А сплетня Это что Это вранье И все А кто врет Тому тяжело жить Каждый раз Потом возникают Конфликты Какие-то Разборки И все А я вот знаю Что Ни один человек Не скажет Там кому-то Вот Аленка Говорила Там такое-то Такое-то Ни один Не скажет Потому что Если я говорю Я говорю В глаза Так Так Пускай потушится И все Я говорю Я интеллигентная Только с интеллигентными людьми У меня очень Много знакомых Друзей Очень много Разного Вот характера Социальная Вот Основная У них Все Разное Разные Люди Абсолютно Разные Есть Интеллигентные Есть Но опять же В чем заключается Интеллигентность То что я думаю Что хочу То и говорю То что Если где-то Моих детей Оскорбили Я ответила Тем же Это не Интеллигентно Ну а какой Нормальный Вот сейчас Подойдет Кто-то И скажет А у тебя Вот Дочь Дурочка Или еще Что-то Конечно Я поргу Любого Если я знаю Что это не так Это же нормально Да Нормальный Материнский Инстинкт Сколько Было Что Заступаться Мне приходилось Я вижу Несправедливость Мне приходилось Заступаться А сейчас Вон Посмотри Что творится Я говорю Ладно Еще у нас Хотя Уже тоже Все Уже тоже Короче Такое же Самое Скажешь По-хорошему Ни хера Не понимает Вот и у Артема Тоже Раз они Ученики Вот сколько раз Проезжаю Мимо фирмы Смотрю Ученики Все Значит Он их пользует Они Короче Грибут Метут Там Просят Чтобы Они У него Дома Поработали За это Копейки Вообще Платит Копейки Выходные Их Дни Я говорю Слушай Так не пойдет Или ты ему Говоришь Или ты его Посылаешь Пускай идет Работает сам Короче Он ему Сказал Больше я Говорит В свои Законные Законные Выходные К тебе За копейки Работать Не пойду Ну зачем Издеваться Раз это Ученик Он еще Не закончил Учебу На что Его Пользовать Зачем Его Пользовать Это же Несправедливо Несправедливо Ну все Вот моя Несправедливо С чем заключается И не буду Если будут Несправедливо Обижать Меня Или мою Семью Я не буду Показывать Какая я Интеллигентная Я не буду Или мне Может интеллигентно Посылать Всех Не соизволить Или бы Пойти На хутор Бабочек Ловить Так В этом Заключается Интеллигенция Воспитанность В этом Заключается Все Короче Вот эта Кашка Малашка Потушилась И он Это Почему-то Обожает Обожает Девочки Смотрите Лаптики Связала Связала Лаптики Так тепло И вон Вчера Пока фильм Смотрела Носочки Связала Кому-нибудь Будет Не знаю Кому Там Мне попросили Показать Как я Клач вяжу Я покажу Обязательно Я вот в пятницу Заеду Куплю нитки И обязательно Покажу Там Проще Простого Вообще Нечего Делать Я куплю Такие Нитки И покажу Обязательно Раз обещала Просто Мне сейчас Вот как-то Не в ту сторону В этот магазин Съездить В Тедди В пятницу Я буду ехать Через него Заеду Куплю Нитки И покажу Там Буквально Десять минут Работы А еще Девочки Сейчас случай Вспомнила Тоже Про то Что надо Быть Лояльным Ко всему Буквально Стекло Стекло Короче Двери Не открылись Вовремя И она Лупанулась В это стекло Лбом Аж очки Пились В лоб Короче Разбила Лицо Кровища Короче Она К этому Эвакуатору Подбежала Короче Ну там Разрулила И факт Тому Что Она вся Потом эти синяки Все по лицу Пошло И шеф Видел В каком Она состоянии Или шофиня Там видел В каком Она состоянии Да И все равно С головной болью С этими Гематомами Гематомами Она ездила Короче И работала Ездила И работала Ему похер Было В каком Она состоянии Потому что Она молчала Молчала И сколько Она проработала Вот так Они ее Пользовали Пользовали Пока Она не ушла Оттуда Ушла В немецкую Фирму И она Говорит Как человек И просто Уже Начала Уже Потом Поняла Как И что Надо Начала Говорить Нет С такого По такой Это мой Законный Выходной Я отдыхаю Или это Мой отпуск Я его Переделывать Не буду Все Надо Отвечать Не бояться Говорить Что тебе Это не нравится Не надо Быть Вот Ко всему Таким Спокойным Быть И вот Все Бояться Кого-то Обидеть Тебя Будут Пользовать И она Говорит Я такая Дура Была Говорит Столько Лет Вот Вот Это Вот Терпела Потом Уже Со Временем Поняла Что И как И все И говорит Сейчас Работаю Живу Как Белый Человек А все Вот Боялась Что-то Сказать Вдруг Обидит А вдруг Это А вдруг То И так Тебя Пользуют Не позволяйте Девочки Чтобы Вами Пользовались Вот Так И уже Не переделаешь Я поняла Что Моя Когда-то Шняя Доброта И воспитанность Оно Не прокатывает Оно Не прокатывает Сейчас Настолько Жестокий Мир Что Говорят Жи Да С волками Жить Поволчи С волками Быть Поволчи Жить Поэтому Как Ко мне Так Я Если Ко мне Хорошо И я Хорошо Если Нет То Нет Так Что Извиняйте Не Будет Я Я Приняла Для Себя Это Что По-другому Быть Не Не Может Ну Не Будет Так Не Будет Потому Что Те Реально Начинает Натягивать И И И Использовать Как Кое Что То Все Там Если Кому То Не Нравится Я Ж Вас Не Прошу Не Смотрите Господи Не Смотрите Мне Ваши Замечания Реально До Одного Места Не Буду Я С Вами Быть Воспитанными Там Написала Так Интересно Мне Все Вылазит Вам Мне Все Вылазит Или То Что Ютуб Убирает Или То Что Человек Напишет Потом Сам Убирает Она Пишет Вот Вы Как Звери Потом Она Поняла Чего Я Буду Уподобляться Алене Не По Другому Напишу А У У Все Не Стать Воспитанной А Перепишу Переписала Не Смотрите Если Не Нравится Не Смотрите Че